здравствуйте меня зовут федор васильев и мы продолжаем с вами работу в этом уроке мы с вами начнем настраивать компонент j comments компонент комментариев для вашего сайта располагается данный компонент в компонентах то есть наводим мыши на компоненты и вот она вкладка j comment самая верхняя кликаем по ней 1 у нас открывается комментарии здесь у нас ничего нет потому что у нас нет комментариев давайте в принципе сразу попробуем оставить комментарии то есть настройки каком-то они сейчас есть посмотрим как это будет здесь все работать переходим например в каком из продукт заходим в комментарии здесь имеется обязательные поля также их можно будет отключить или сделать необязательными ну давайте напишем напишу федор email сайт необязательно и напишу просто тест и поставим какие-нибудь смайлики также здесь есть защита от спама да есть возможность подписаться на уведомление о новых комментариях то есть если вы ставите здесь галочку то вы будете уведомлены вот на этот ящик который вы укажете здесь придет уведомление что ваш комментарий прокомментировали да или вам ответили так я ставите не буду также здесь есть интересная такая вещь осталось символов у здесь показано то есть мы набираем здесь текст и у нас здесь вот идет отсчет обратный отчет сколько символов у нас осталось тоже полезная вещь ее также можно настроить в настройках компонента итак давайте капчу пропишем капчу также можно отключить при желании пишем у меня p h нажимаю отправить то есть вы увидели текст если вы уже на сайте зарегистрированы под этим мм то вам предлагают авторизоваться да ну давайте попробуем какой-нибудь email вымышленный написать еще раз нажимаю отправить пожалуйста видите код изображения на картинке у нас высвечивается сообщение то есть я код забыл вести так код я ввел нажимаю отправить вот видите сообщение спасибо за ваш комментарий он будет опубликован после проверки модератором то есть нас по умолчанию уже стоит настройка так что комментарий не будет виден на сайте пока вы его не проверите потому что это может быть спам люди всякие бывают могут всякие гадости писать поэтому вам не нужно чтобы ваши посетители ваши покупатели видели вот это все потому что вы например сможете проверить комментарии только вечером а уже утром комментарии у вас на сайте правильно кто-то оставил нехорошие поэтому сначала вы в админке увидите кто вам что написал и сами примите решение опубликовать данный комментарий или нет давайте перейдем в админку и проверим попал ли комментарий вообще к нам сюда или нет переходим в нашу админку в наши комментарии обновляемся и вы тот же видите что вы здесь вот есть комментарий с текстом тест со смайлами крестик видно что он не публикован можно прямо отсюда его публиковать автор комментариев сразу айпи адрес данного человека имя которым заполнил название материала сразу видно какой материал прокомментирован то есть ваш продукт да и дата можем по ссылке вот это вот под вашему комментарию кликнуть перейти внутрь можно его здесь как-то отредактировать если вдруг какая-то опечатка или ошибка до автора комментарии видно его email и прямо отсюда можно опубликовать если все хорошо потом сохранить нажимаете все или же можно прямо отсюда так нажать комментарий опубликован теперь здесь вы сейчас не видно если мы обновим страницу перейдем отзывы и видно вот этот комментарий до который мы только что с вами здесь создали то есть сразу видно федор дата и время здесь можно процитировать данные комментарии например человек у вас что-то спрашивает про товар вы можете нажать цитировать и вот здесь вот ниже подставляется вот такой код значит вы цитируете данный текст вот здесь можно даже убрать например смайл оставить только текст в цитате и написать что-нибудь ему я напишу просто проверка конечно же сейчас я пишу не как администратор мы с вами еще как бы не за логинились на сайте то есть у нас здесь нет формы регистрации не выведена форма авторизации мы с вами это попозже сделаем поэтому я ему отвечу здесь как обычный гость обновимся в админке опубликуем комментарий посмотрим на сайте и у нас вот видите цитата выглядит так цитируемый текст вот этот тест и вот мой комментарий расположение именно комментарий выше находится если вы считаете что надо располагать ниже основного комментария да то это мы еще настроим с вами когда у нас будет сайт находиться на хостинге у вас будут приходить уведомления всех комментариях на вашем сайте вы сможете сразу следить за этим контролировать опубликовать комментарии или удалять то есть если комментарии вам здесь не нужно вы можете напротив поставить галочку да и нажать здесь удалить давайте приступим к рассмотрению настроек вторая вкладка здесь кликаем настройки и сразу вот у нас первая вкладка общая категории включить комментарий в категории эта категория относится к самому джума сайту здесь у вас будет создана например категории для ваших статей сейчас есть только нет категории вкладка то есть одна категория нет категории называется она вкратце поясню вот здесь есть менеджер материалов здесь создаются категории они будут отображаться в списке и здесь создается материал к этим категориям и потом создается меню для этих статей и выводится на сайт для каких категорий нужны вам комментарии или для всех вы можете выбрать все категории или выбрать поштучно да вот здесь в списке они будут тянуться когда вы создадите здесь категории это относится именно к статьям в Joomla, это не относится к нашему магазину. Давайте движемся ниже, рассмотрим настройки разные. Включить RRS? Да, нет. RRS лента позволяет следить за обновлениями комментариев. То есть, нужно вам эта лента, RRS нет. Здесь ее видно, вот она лента комментариев. И такая же здесь иконочка выше. Давайте попробуем отключить. Здесь еще есть настройка длина RRS, также можно настроить. Нажмем сохранить. Обновимся. У нас наверху исчезает иконочка RRS. И внизу тоже исчезает. Да, здесь еще присутствует вот такая вот иконочка обновить. Обновить список комментариев. Например, здесь какая-то тема, которая горячая такая тема. Она сильно обсуждается, сидит много народу. И вы, например, ждете какой-то комментарий. Знаете, что человек сейчас вам ответит. Можно нажать, вот на эту ссылку обновить список комментариев или нажать вот сюда. То есть, и сразу обновится как бы вот страница комментариев. Если комментарий уже добавлен, то он тут же появится после нажатия на ссылку обновить список комментариев. Давайте движемся дальше. поддержка плагинов. Ну, здесь вы пока плагины никакие другие не используете. Можете игнорировать эту опцию, не трогать. Здесь в подсказке все, в принципе, понятно. Внизу в конце предложения написано, видите, отображение в комментариях аватаров из Community Builder. Community Builder это специальное такое есть расширение для Joomla. То есть, это интеграция там, естественно, с таким расширением. Об этом не буду я говорить, потому что это не тема нашего урока. Всегда включать комментарии в текст страницы. Ну, оставляем пока «Да». Можно навести, почитать описание. Режим удаления комментариев. И здесь есть список. Удалять комментарии и все ответы. Это если вы удаляете, да? Режим удаления. Или помечать как удаленный. Ну, соответственно, не надо нам засорять базу, пускай они удаляются. В правую часть смотрим уведомления. Разрешить уведомления. Вот это важная опция. Мы ее включаем. А это уведомления администраторов, модераторов о новых комментариях. Типа уведомлений. Здесь вы можете какой-то из пунктов удалить, если не нужно. Например, жалобу. Вот сюда, по крестику кликаем, и жалобы не будут к вам приходить. То есть, уведомления не будут вам приходить о жалобах. А я считаю, лучше все здесь оставить. Вот «Эмейл для уведомлений». Вот здесь вы пишете тот «Эмейл», куда вы хотите, чтобы вам приходили уведомления. И здесь можно написать список «Эмейл адресов» через запятую, на которые будут отправляться уведомления о новых или измененных комментариях. Например, здесь несколько вас администраторов в вашем магазине, и вам нужно, чтобы всем администраторам приходило все вот эти вот комментарии и так далее. Здесь через запятую вы можете писать. Я напишу только свой «Эмейл». «Включить быструю модерацию». Здесь по сказке все понятно. Когда вам придет письмо, уведомление, что есть новый комментарий, можно ли его промодерировать прямо из письма, которое к вам пришло на почту. Это очень удобно, потому что вы будете в письме видеть содержание комментария. И чтобы не заходить в админку, например, вам нужно срочно как-то обубликовать его, почему бы и нет, да? Прямо из письма. Конечно же, да. Включить ли функцию «Сообщить модератору»? Да, включить. Максимальное количество жалоб на комментарии. Здесь, в принципе, из подсказки все понятно. Сколько раз могут пожаловаться. Ноль, отключение лимита. Я не знаю, можно поставить, например, три жалобы, прежде чем будет выдано сообщение, что на комментарии уже пожаловались, да? И количество жалоб для снятия комментариев с публикации автоматически. То есть, видите, написано, если количество жалоб превышает на комментарии, указанное здесь в поле, то автоматически комментарий будет снят с публикации, да? Ну, давайте тоже поставим. Три жалобы есть. Пускай автоматически снимается. И требовать причину жалоб. Чтобы не злоупотребляли данной функцией, лучше оставить включить. Позволяет включить или отключить требование указания причины жалобы пользователя на комментарий. А давайте проверим вообще, как это выглядит. Вот это сообщение модератору. Вот эти жалобы. Как это можно пожаловаться? Давайте здесь нажмем сохранить. Итак, пока мы не авторизованы с вами, мы не увидим кнопку пожаловаться на комментарий, скорее всего. Давайте быстренько я выведу модуль авторизации на сайт. Это все равно нужно сделать вам будет. Менеджер модулей переходим. Вот логин форм здесь находим. У нас он по умолчанию включен. Позиция 7. Это, естественно, нигде не выводится. Такой позиции нашего шаблона нет. То есть он у нас уже включен. Мы заходим внутрь и только назначаем, например, сайт бар. Мы можем пока временно его там разместить. Нажимаем сохранить. То есть это модуль авторизации на сайте. И, соответственно, зарегистрироваться здесь тоже можно. Мы позже настроим, когда будем по шаблону, вот по этому настройке смотреть. Все нюансы мы затронем. И вот я как админ войду. Зайду в отзывы. И когда я захожу как админ, вот здесь есть ссылка. Появил сообщить модератору. Есть пальчик вверх-вниз. То есть нравится комментарий или нет. Нажимаю плюс один. Появляется плюс один. Я как администратор могу отсюда изменить. Прямо здесь. Видите на сайте, да? Комментарий. Могу прямо отсюда удалить. Снять с публикации. Или посмотреть IP. То есть перебрасывает нас на сторонний сайт, где мы можем посмотреть IP-адрес данного человека. И вот, что я хотел вам показать. Сообщить модератору. Вот, видите, сообщить модератору. То есть о чем и речь. Вот эта вот настройка требует причину, да? Жалобы. Это вот как раз вот это вот окно причины. Вы должны здесь написать причину и потом нажать на кнопку отправить. Если вы ничего не напишите, не отправится у вас скорее всего. Это жалоба. И появился здесь еще, видите, когда мы авторизовались подписаться на уведомления о новых комментариях. Вот такая вот ссылочка. В принципе, давайте здесь поставим паузу и продолжим рассматривать настройки в следующем уроке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова